В эфире канал России итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. Глава Карачао-Черкесия Рашид Тимрезов по приглашению соучредителей группы компании Домате Наума Бабаева и Рашида Хаерова посетил завод по глубокой переработке индейки Пензенской области. Это крупнейшее предприятие по переработке индейки в Европе. Мощность производственных линий составляет 6000 голов в час. Сейчас на заводе трудится более 2000 человек. Количество рабочих мест постоянно растет. В цехах завода установлены 10 линий нарезки, на которых одновременно выпускается широкий ассортимент продукции. Здесь работают системы с использованием искусственного интеллекта, не имеющие аналогов в России. Такое же новейшее оборудование, современные технологии и огромное количество инновационных решений будут внедрены и при открытии нового завода по переработке баранины в Черкесске. Сейчас компания активно занимается его строительством. По мнению Рашида Тимрезова, при поддержке такого инвестора, как Домате, которые намерены не только перерабатывать мясо, но и оказывать поддержку фермерам, республика имеет все шансы стать лидером на российском рынке по производству баранины. Сегодня последний день рейтингового онлайн-голосования по отбору общественного пространства благоустройством. Каждая, кому исполнилось 14 лет, может проголосовать на единой платформе за городсреда.ру или обратиться к волонтерам. Масштабная работа по выбору общественных территорий проводится в трех городах Карачаева-Черкесии. Как и в каких населенных пунктах проходит голосование в нашей республике, и о важности проекта расскажет Альбина Ламкова. Онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий началось 26 апреля. Около 20 тысяч жителей уже сделали свой выбор, но все же еще большую активность необходимо проявить. Осталось совсем мало времени. Для этого нужно самостоятельно зайти на портал голосования на единой платформе за городсреда.ру. До 30 мая голоса будут приниматься в круглосуточном режиме на площадке онлайн, на платформе Минстроя России и АНО «Диалог регионы». По городу Черкесску мы выбираем дизайн-проект нашего сквера, центрального парка, и выбираем одну из двух территорий. Одна из которых в районе Рица расположена, а вторая в районе Покровской церкви. В городе Усть-Жигута выбираем между двумя общественными территориями. Одна из них находится на улице Первомайская, другая на Балахонова. И по городу Карачаевску мы выбираем дизайн-проект аллеек по улице Мира. Эта аллея благоустраивается в несколько очередей, и очередной этап на 2022 год выставлен на общественное мнение. И выберется также тот дизайн-проект, который больше приглянется нашим жителям. Те, кто самостоятельно не может проголосовать, для принятия важных решений окажут помощь волонтеры. Они ознакомят с необходимой информацией. Если объект будет вами выбран, то они помогут завершить заключительный шаг. Некоторые боятся все-таки давать свой номер и инициалы свои. Но большинство, наоборот, хочет, чтобы наш город улучшился. И все, вроде бы, они все нормально, положительно реагируют. Волонтеры комфортной городской среды регулярно дежурят в общественных местах. Население относится к ним позитивно и с большим удовольствием принимает участие в голосовании. В инстаграме я видел, что этот парк будет преображать. Но то, что я видел там на картинках Рашида Борисовича, было очень красиво. Я прямо прокомментировал. Вы будете голосовать? Конечно, конечно. Прекрасный проект и прекрасная возможность у жителей выразить свое мнение. Никто сегодня не сможет благоустроить ту территорию, которая бы не набрала наибольшее количество голосов. Действительно, жителям нашей республики представляется хорошая возможность проголосовать за благоустройство общественных территорий. И важно понять каждому, что будущее города и наше будущее. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В Малом зале Дома правительства осталось награждение педагогов производственного обучения, профессиональных образовательных колледжей, участвовавших в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года». С подробностями Альбина Куроченова-Кенжева. Конкурс направлен на выявление талантливых педагогических работников, повышение престижа труда преподавателей, а также поощрение достойных мастеров. Конкурс включает три этапа. Отборочный, проходивший в марте, региональный, который завершился в эти дни, и заключительный, состоится уже осенью. Данные конкурсы имеют цель и повышение вашего профессионального уровня. Погибитель, что призеры будут встать в нашей республике на Всероссийском конкурсе. Я попросил, потому что пожелал, желаю вам там хорошо выступить. Ну и самое главное, что там оттуда привести что-то новое, новые идеи, новые инициативы. И здесь введя, чтобы наши, ваши выпускники учреждений были на более высоком уровне. Конкурсные мероприятия проходили в два этапа. На первом участники представляли документы, раскрывающие их педагогическую методическую деятельность за два года. На втором этапе продемонстрировали открытые уроки, мастер-классы и видеопрезентации «Я-мастер». В финал вышло 11 участников, 5 мастеров производственного обучения и 6 преподавателей образовательных организаций. Позвольте поздравить вас с таким высоким званием. Узнала, насколько сложно вы шли к данной победе. Но, тем не менее, каждый из вас сегодня здесь присутствующий для нас является победителем. Данный конкурс позволяет еще раз подчеркнуть профессионализм ваш. Вам позволяет, как участникам, проявить свои способности, таланты, выделить свое конкурентное преимущество на данном конкурсе. Ну и, конечно, поделиться лучшими педагогическими профессиональными практиками. Всем призерам и участникам вручили грамоты и призы. Ну а победителю регионального этапа Елене Горяниковой вручили кубок, денежный приз и диплом. Она гордится победой, потому что конкурс имеет престижный статус. У нас проводился мастер-класс по теме шоколадье. Сейчас это считается высокий уровень, то есть выше программного материала. Мы готовили конфеты, трюфель, а с одним способом это сложно. И дети справились. Они показали свой высокий уровень, тем самым помогли мне в достижении моих целей. Сейчас Елене предстоит готовиться к заключительному федеральному этапу конкурса «Мастер года». Именно она и будет представлять республику в финале, который состоится в октябре этого года в Москве. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. В рамках празднования столетия Карачаевой-Черкесии, столетия Республики Дагестан, делегация во главе с мэром Карачаевской Альбертом Даддаевым приняла участие в мероприятиях, посвященных подписанию соглашения об установлении побратимых связей между Карачаевским и Дзербенским городскими округами, Казбековским и Левашинским районами. О том, как прошел визит, расскажет Мурат Джанкезов. На границе Казбековского района делегацию Карачаевского городского округа во всеоружии встретили радушные хозяева. Помимо традиционных угощений, гостей встретили национальными танцами и песнями. Приятным сюрпризом для встречающих стало то, что предки мэра Карачаевского городского округа Альберта Даддаева – выходцы Казбековского района Республики Дагестан. Мы намерены развивать экономические и другие культурные связи. Это обогатит и наш район, и нас. Мы – братские народы, живем на Кавказе. Мы должны друг друга поддерживать, друг у друга учиться. У нас очень много схожих проблем, поэтому мы с удовольствием приехали к своим братьям. У меня корни по линии Халиловых. Они родом тоже, оказывается, с Казбекского района, так что я в полной мере приехал к своим братьям. Наши дальнейшие задачи сегодня – чтобы быть ближе друг к другу. Основные цели и задачи – это развитие социально-экономической сферы, развитие планов туризма. Почему? Потому что у вас уже богатый опыт развития туризма. Мы только начинаем, чтобы вот эти сферы наши развивались. С 2001 года Карачаевский Дербент являются городами-побратимами. За это время установлены прочные дружеские связи. Более 10 лет на постоянной основе работает представительство Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии. Честно говоря, за последние 10 лет нам никак не удавалось вот это все возобновить. А так, мы ранее, у нас были бесплатные обмены отдыха детей, там, в турктички все, ну, торговые отношения. Ну, все было. Ну, вот последние 10 лет это все было так остановлено. И, ну, вот это с этой недели, вот, конечно, благодаря нашим нынешним главам муниципального образования и меры Карачаевского городского округа, это все восстановилось. В торжественной обстановке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Карачаевском и Дербентом, а также Казбековским и Левашинским районами. Почетной грамотой, благодарностью и подарками отметили членов делегации за вклад в укрепление дружеских связей. Делегация посетила мемориальный комплекс, где захоронены 40 сподвижников пророка Мухаммада. Осмотрели окрестности знаменитого села Гуниб, побывали на заводе игристых вин, оценили талант заслуженного художника Республики Дагестан Мирисмаила Сеидова. Прошлись по туристическому маршруту Сулакского каньона. В рамках подписанных договоров о побратимских связях будет организован перекрестный бесплатный отдых для детей наших республик. Стороны намерены развивать туризм, налаживать торгово-экономические, спортивные и культурные связи, обмениваться опытом в развитии животноводства и растениеводства. Также стороны договорились об ответном визите делегации Дагестана в нашу республику. Мурат Джантьозов, Медина Джантьозова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Дагестан. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Как часто наши родители не говорят правду, чтобы не беспокоить нас. Ты таблетки купила? Да. Да. И как часто мы делаем именно то, что им действительно нужно. Карта лояльности сети Аптек Апрель – это максимальная экономия на лекарствах. Позаботьтесь о своих близких. Аптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль-09». Социальный объект, которого ждали очень давно. В Тиберде завершается строительство детского сада. Последние рабочие штрихи перед сдачей в эксплуатацию застала ей Фатима Даурова. Новое современное здание детского садика выросло на смену старому, которое, верой и правдой, прослужило ни много ни мало, а целых 81 год. Сейчас на его месте красуется двухэтажное сооружение площадью 1293 квадратных метра, состоящее из трех блоков. Фасад здания утеплен и оформлен декоративной штукатуркой. Двускатная крыша с покрытием из профнастила. Здесь предусмотрены музыкальные и физкультурные залы, кабинеты для администрации и медработников, спальни, раздевалки и пищеблок. На данный момент все основные работы завершены. Осталось только навести косметические штрихи. Продолжается строительство детского сада на стадии завершения. Уже завершают дворовую территорию. В кабинетах уже покраска идет, закуп мебели. Будем надеяться, что к лету уже будет завершено строительство. В новом здании предусмотрены помещения и для ясельных групп. Внутренняя отделка проработана с учетом требований пожарной безопасности. Применяемые при строительстве отделочные материалы и краски подобраны в соответствии с санитарными нормативами. Установлена сантехника и система вентиляции. В данный момент идут работы по укладке тротуарной плитки во дворе детского сада. Совсем скоро малыши переселятся из временного пристанища, расположенного в одном из зданий пансионата «Азгек» в свой новый дом. Ромашка расцветет в одном из самых красивых мест республики. Фатима Дорова, Александр Коваленко, Расул Берде, Вести Карачаева-Черкесия, Тиберда. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошло юбилейное мероприятие, посвященное 85-летию радиожурналиста, отличника радио и телевидения, заслуженного журналиста Карачаева-Черкесии, ученого-фольклориста, кандидата филологических наук Хасина Братова. На чествовании юбиляра побывала наша съемочная группа, рассказывает Мурат Жанкирзов. Хасин Братов более 40 лет проработал диктором радио Карачаева-Черкесии. Вот что писал о нем журналист Михаил Накохов. Он не просто читал текст, а вживался в него, пропуская через себя родное слово, обогащая его своим редчайшим по тембру и колориту, всегда растекавшимся по эфиру с щедрым добрым голосом, спутать который с чьим-либо другим было просто невозможно. Именно по этому уникальному голосу Хасина Сагидовича стали узнавать далеко за пределами республики, обращаясь к нему с особым почтением и уважением. Мы общались, я общался с теми людьми, с теми детьми, черкесскими детьми, которые из других стран учились у нас в Москве. И они рассказывали, как с большим удовольствием они ловили эфир, и находясь вдали от исторической родины, они получали вот это удовольствие слушать черкесский язык и получать информацию. Коллеги, друзья и почитатели таланта называют Хасина Братова истинным патриотом своей малой родины и своего народа, всей душой болеющей за его светлое будущее. Будучи совсем еще маленьким мальчишкой, я помню его утренние приветствия и его слова, его умение говорить, его огромная лексика, огромный жизненный опыт. Я считаю, что он один из апостолов, в хорошем смысле этого слова, черкесской литературы, фольклора, человек, который посвятил всю свою сознательную жизнь своему народу, изучению его традиций, обычаев, фольклора, языку. Одновременно с профессиональной деятельностью Хасин Братов занялся научными изысканиями. Большую часть русско-кабардино-черкесского словаря выполнил и перевел именно Хасин Сагидович. А монография «Символика огня и меча» в адыгском фольклоре стала для многих настольной книгой. Еще одна страсть Братова – биология. Он выпустил большой фундаментальный труд «Фауна» в лексике черкеса в двух томах. Книгу «Мир птиц», где собраны все наименования и названия пернаток на черкесском языке, и такую же книгу «Мир животных». Заслуги юбиляра по достоинству оценены на государственном уровне. Отличник радио и телевидения СССР, заслуженный журналист и много других еще званий и наград продолжает украшать его послужной список. И как его все называют черкесский левитан, его голос, когда все узнавали. И самое лучшее еще признание – это когда твой народ тебя признает. И в связи с этим от Международной черкесской ассоциации высшую награду мы хотим передать Хасин Цагидовичу. В этот день самыми теплыми и красивыми пожеланиями юбиляра поздравили представители органов госвласти, друзья и коллеги. Также для Хасина Братова звучали стихи и песни на родном языке. В Международном колледже «Полиглот» состоялось праздничное мероприятие «Фестиваль дружбы народов». Студенты облачились в национальную одежду и познакомили присутствующих со старинными обычаями и традициями народов Кавказа. Справились ли задачи ребята, мы узнаем у Альбины Куроченова-Кенжевой. Проводить фестиваль дружбы стало ежегодной доброй традицией, потому как в стенах колледжа обучаются студенты всех национальностей Карачаева-Черкесии. И все они очень дружны между собой, не различают нации и вероисповедания. С огромным желанием и интересом ребята демонстрировали обычаи, традиции, танцы и блюда титульных народов республики. Представители русского народа ярко показали, как проходила ярмарка на Руси. Карачаевцы демонстрировали свадебный обряд и рассказали, что символизируют платки, покрывающие невесту. Абазины показали обряд укладывания новорожденного в люльку. Черкесы познакомили присутствующих с обрядом разрезания пут и выбором будущей профессии, а нагайцы – наречением имени младенцу. Ребята настолько вжились в роль, что все это выглядело интересно и по-настоящему. Руководитель колледжа гордится своими студентами и говорит, что такие мероприятия сближают. В нашем учебном заведении, в Международном колледже «Поливолок» учатся представители разных национальностей, со своей культурой, со своими традициями, со своими обычаями. И, конечно же, мы обязаны проводить такие мероприятия, чтобы сплотить их, чтобы сблизить их друг с другом, чтобы они были толерантны друг к другу. Все желающие могли попробовать блюда национальной кухни, которые готовили сами участники. Тут и русские блины с икрой да каравай, карачайский знаменитый и всеми любимый лимонад груша с хачанами, абазинская мамыр со свяленым сыром манит своим ароматом присутствующих, черкесская халива с пастой и нагайская кукурузная каша на баранине с фасолью никого не оставила равнодушным. Конечно же, так как народы живут издревле вместе, то и блюда переплетались между собой, и каждый народ сносил какую-то свою изюминку. В нашей республике проживают очень много национальностей, которые каждый день взаимодействуют друг с другом. Я считаю, что именно особенно в нашей республике это очень важно знать историю, культуру и традиции, хотя бы немного погрузиться в историю другого народа. Руководство преподавателей и студенты Международного колледжа остались довольны от проведенного праздника, так как стали еще ближе и роднее друг к другу. Альбина Курочинова, Кенджева, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Границы Родины под надежной охраной в преддверии 103-й годовщины образования пограничной службы в системе органов госбезопасности. Стражи рубежей Отечества запустили акцию с символичным названием «Сила пограничников в единстве с народом». В ее рамках запланированы культурно-развлекательные мероприятия для населения приграничных территорий, профиориентационные встречи с молодежью и уроки патриотического воспитания. Ахмад Халкевич продолжит тему. Это первый концерт, организованный в рамках акции «Сила пограничников в единстве с народом». Дать старт циклу праздничных мероприятий «Наши стражи рубежей» решили в ауле Хурзук не случайно, ведь Хурзукская погранзастава – одна из первых, которая появилась на территории Карачаевой Черкесии. Ну а местные жители говорят, что именно с Хурзука берет свое начало не только чистейшая Кубань, но и Россия начинается отсюда. Зажигательные, танцевальные и вокальные номера ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа» пограничного управления породовали всех. В новом ДК помимо местных жителей собрались и семьи пограничников. В рамках мероприятий также запланированы профоориентационные встречи с молодежью с целью привлечения их к службе в рядах страж-рубежей Отечества. Часто у нас бывает такое, что дети просто опаздывают, не знают, многие хотят связать свою жизнь с военной службой, в том числе и с пограничными органами. Но, как говорится, незнание иногда им просто это не даёт. Незнание чего? Порядка поступления, незнание порядка, как это всё делается. Поэтому мы вот эти вопросы приехали как раз и будем освещать и говорить с людьми по этому вопросу. Это главная наша задача. Чем больше людей, местных, наших товарищей будет служить у нас в пограничном управлении, тем больше, я надеюсь, надежда и охрана границы будет более надёжной. Так как Хурзук из категории труднодоступных населённых пунктов, такого рода массовые мероприятия здесь не особо частое явление. Ну а в постпандемийный период концерт от пограничников стал первым событием, собравшим всех аульчан. Очень организованный, отличный концерт. Ну, вы видели, что и жители аула пришли на концерт посмотреть, и застава приехала посмотреть. После пандемии вот это первый концерт. Такие концерты необходимы, потому что детишки ничего не видят, они не видят живых артистов. Эти концерты, конечно, необходимы детям. Больше детям, чем, наверное, взрослым. Понравился тебе концерт, и особенно, что тебе запомнилось? Понравился концерт, мне понравился. А что тебе больше всего запомнилось из выступлений артиста? Мне запомнилось, как танцевал ансамбль. Которые выступали в военной форме старой, да? Да. А ты знаешь, какого периода эта военная форма? Великое отечественное время. А откуда ты знаешь, может, учителя вам рассказывали, да, в школе? Да. Как поведали еще организаторы, подобные мероприятия пройдут на всех приграничных территориях нашей республики. Ахмад Халкещев, Роберт Жегутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район. По данным туристического портала Турстат, курорт Тиберда, Карачаева-Черкесия, вошел в десятку популярных мест для отдыха летом этого года. А еще в Тиберде, прямо у федеральной дороги, расположено прекрасное озеро Каракель. Хотя этот водоем является излюбленным местом отдыха для жителей и туристов, мы много еще не знаем о Каракеле. И озеро овеяно различными легендами. Точная информация об этом природном объекте и результаты исследования озера русским географическим обществом в нашем репортаже. В самом центре Тиберде, прямо у дороги, находится и восхищает красотой прекрасное озеро Каракель, любимое многими и покорившее мое сердце. У вас хороший вкус на природные объекты. Это озеро моренного происхождения. Некогда здесь был ледник, в ледниковый период здесь был ледник. И в результате динамических процессов, которые происходили в этом леднике, образовалась морена. Морена находится на западной стороне озера, подпрудная морена. И вот в этой воронке сохранилось озеро, озеро Каракель. Прекрасное озеро по всему периметру окружено горами, а в его прозрачной воде отражается природная красота Тиберды. Озеро Каракель – одно из прекраснейших природных объектов Карачева-Черкесии и Тибердинском заповеднике. О нем слагают сказки, рассказывают легенды. Некоторые утверждают, что у него двойное дно. Другие рассказывают, что в глубине озера есть пещера. Согласна, каждая уважающая себя достопримечательность должна иметь вокруг себя много загадок. Но некоторые мифы мы сегодня развеем. Карачево-Черкесское отделение Русского географического общества совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга Кочегу исследовали озеро и теперь точно знают и могут рассказать о Каракеле все. Сканировали его эхолотом, промерили глубину. Нигде никаких пещер мы не обнаружили, не было здесь пещер. Но были обнаружены родники, которые бьют из-под земли. И вот особенно ближе сюда, вот где труба, из которой выходит вода, пополняющая озеро. Вот там самое глубокое место, где-то 12-14 метров, не больше. Хотя раньше нам говорили, что здесь 18-19 метров. И эти подводные родники очень холодные и сильно меняют температуру воды в озере. И она не успевает перемешиваться. И вода в Каракеле из-за этого имеет разный температурный режим, рассказывает доктор географических наук Вячеслав Онищенко. Здесь нередко происходили случаи, когда люди тонули. Потому что резкая смена температуры, когда человек не знает о существовании этих ледников, и сводила судорога, и люди тонули. Вот, находили их далеко от тех мест, где они затонули. Это говорит о том, что есть какие-то течения, связанные с турбулентностью, в зависимости от температуры воды. Вот, всегда это тёплое стремится к холодной воде. Холодное, значит, вытесняет тёплую наверх. И поэтому вот эта турбулентность воды, она создаёт разные температурные режимы воды. Вот, и причём переамплитуда, колебания температуры очень высокие. До 15-17 градусов амплитуда. Днём вода в западной части озера может нагреваться до 18-20 градусов, а ночью в восточной части может опускаться до 3-4 градусов. А название «Каракёль» с карачаевского переводится как «чёрное озеро». Воды снежников, которые приносятся вот с вершины и с вершины, и микропонижение этого, вершины кельбаши. Поэтому оно называется «Каракёль», то есть «чёрное озеро». Озеро над «чёрной горой». Впереди, вот в сторону Домбая, видны ответвления от главного Кавказского хребта, заснеженные горы. Раньше в понижениях рельефа этих гор снег сохранялся круглый год, образуя малое оледенение в виде фирновых ледников, небольших по площади ледников, но сохранялось оледенение. И сейчас, вот где-то с 90-х годов, эти ледники исчезают. И озеро становится, то есть хребты приобретают чёрный, тёмный цвет. Поэтому их и называют иногда чёрной скалой. С одной стороны озеро примыкает к западному склону, покрытому хвойными лесами, которые обогащают воздух, и примыкающее воздушное пространство озера насыщают фитонцидами. Поэтому этот участок оздоровительный. Слава Валентинович, расскажите, вот ассоциации с детства какие у вас с этим озером? Ну, самые противоречивые. С одной стороны, это красивое место, где в основном собирались дети нашего поколения. Здесь купались, здесь строились вышки всё время, каждый год. Мы ныряли здесь, плавали. Но, поскольку в окружении этого озера находились противотуберкулёзные санатории, и здесь была обнаружена палочка Коха, нам запрещали родители купаться здесь. Но мы как бы не особенно обращали внимание на эти запреты и сбегали купаться сюда. Когда мы купались в бурлящих потоках реки Тиберды, нам никогда родители за это ничего не говорили. Но когда мы приходили купаться сюда, они нас ругали за это. Это вас останавливало? Ну, иногда мы прислушивались, но тем не менее поступали так, как окружающее нас общество. А это какие годы было, и потом всё вновь было? Это как бы возбудитель лёгочного туберкулёза. Но я не знаю такого случая, чтобы кто-то из местных людей, вот коренных местных жителей, заболел здесь туберкулёзом. Сюда приезжали отдыхающие на последней стадии, с последней стадией туберкулёза. И побыв здесь месяца три, путёвка дорого тогда стоили, но тем не менее отдыхающих было много. Побыв здесь месяца три, попив местного айранщика, погуляв на этих вот теренкурных маршрутах, уезжали отсюда с зарубцевавшимися лёгкими, без всяких операций, и жили до глубокой старости, забыв о своих болезнях. Вот такая исцеляющая способность этого курорта. А в 60-е и 70-е годы Каракёль сильно стала зарастать тиной и водорослями. И в течение года вода в водоёме меняла цвет, и озеро пропадало. Но местные жители запустили сюда рыбу, толстолобика, сазана, белого амура, и тина исчезла, и озеро сохранилось и продолжает радовать жителей и гостей курорта. А насладиться прекрасным видом, запечатлеть на фотоаппараты и, конечно, подышать хвойным воздухом сюда приезжают люди со всех концов России. Для Руслана и Рамины Абаджевых этот пенёк у Каракёля – излюбленное место. Мне очень приятно тут находиться. Во-первых, тут очень красивая природа. Воздух отменный. Люди прекрасные, гостеприимные. Мы уже третий раз приезжаем сюда, и дай бог, сколько будем жить, столько будем приезжать сюда. Очень хорошее место, воздух хороший. Ещё приедем через неделю-две, как пыльца пойдёт. Всё хорошо. А вот и неожиданный для нас обитатель озера Черепаха. Греясь на солнышке, она накапливала тепло в свой панцирь и позировала в нашей видеокамере. Но когда мы решили подойти ещё ближе, сползла в воду и уплыла в своё подводное царство. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, и до завтра. Редактор субтитров А.Сёмкин